Сегодня тема нашего вебинара – это чувствительная кожа. И те, кто пришли на этот вебинар, конечно же, сталкивались с проблемой чувствительной кожи. И они знают, что это действительно проблема, во-первых. А во-вторых, некоторые люди, когда у них очень чувствительная кожа, это продолжается очень долго, то они это считают прям приговором и мучаются очень долго, годами, иногда десятилетиями, не могут подобрать себе косметику, боятся ходить, например, к косметологам, боятся ходить куда-то в баню, там еще что-то. То есть в бассейн, например, боятся ходить, потому что знают, что после этого состояние их кожи еще сильнее ухудшится. И это действительно очень сильно понижает качество жизни. Поэтому мы сделали такой вебинар, чтобы показать, что чувствительная кожа – это не приговор, а лишь состояние кожи, то есть временное состояние кожи. Итак, что же такое чувствительная кожа? В классической косметологии это именно состояние кожи, характеризующееся большей реактивностью на внешние факторы и склонностью к аллергическим реакциям, а также к разным дермографизмам. Дермографизм, кто не знает, это такой тест, в том числе на чувствительность кожи, когда шпателем проводится по коже, обычно около грудины, в проекции грудины, либо по внутренней поверхности предплечья по коже, шпателем, и появляется полоска, кожа реагирует на механическое раздражение. И вот какого цвета будет эта полоска, вздуется, не вздуется, как долго будет видна эта полоска, по данным признакам можно приблизительно охарактеризовать какое-то состояние кожи или какую-то болезнь у каждого. Состояние будет свой дермографизм, у кого-то красный, у кого-то розовый, у кого-то белый. Так вот, при чувствительной коже при таком тесте будет красный дермографизм. Но важно понимать, что это, во-первых, состояние, да, то есть это не тип кожи, мы с такой кожей не рождаемся, мы её такой делаем себе или кому-то, и реактивность на внешние факторы, да, то есть внешние факторы – это у нас не только солнце, мороз, там, сухость, воздух, наоборот, какая-то жира, но это ещё и все наши косметические средства, которые мы наносим на кожу. Далее. Есть ещё одна классификация, более новая, которую создала Лесли Бауман, там 16 тип кож. Если в классической косметологии кожа делится на 4 типа, то есть нормальная, сухая, жирная и комбинированная, то по Лесли Бауману там 16 типов кожи, и один из типов, которые разбираются – это чувствительная или резистентная, то есть нечувствительная. И вот чувствительная кожа бывает 4 типов, то есть Лесли Бауман пошла дальше, чем просто объяснение, там, чувствительности или повышенной аллергичности, повышенной реактивности кожи, да, она решила разделить этот термин на более понятные понятия. И разделила на 4 типа чувствительности. Первый – это акне-тип, да, тут всё понятно. Просто для некоторых это может быть сюрпризом, но кожа с акне, она действительно очень чувствительная. И поэтому именно эти люди, у которых есть акне, чаще всего делают ошибки в уходе и чаще всего как раз ухудшают состояние своей кожи благодаря неправильному пониманию, что же нужно делать. То есть они её в основном сушат, используют много кислот и так далее. Далее, второй тип – это розация. Сюда же относятся купероз и гиперемия. Да, в целом за границей нет понятия купероз, есть понятие розация, то есть что-то более сложное, ну и вообще это вообще-то болезнь, но за границей это не всегда именно диагноз, это именно покраснение лица. Поэтому здесь и написано, что гиперемия. То есть когда у нас есть краснота лица, она может быть постоянной, она может быть периодической, вызываться какими-то триггерными вещами, там тем же морозом, или выпить красного вина, или выпить просто горячего чая, или очень понервничать, когда вот этот прилив крови к лицу происходит. В общем, это второй тип чувствительности. Розация как диагноз тоже характеризуется, безусловно, чувствительной кожей. Но про розацию у нас есть другой вебинар. С3, чувствительная кожа типа 3. Это ощущение, то есть когда внешне ничего не понятно. Внешне кожа может выглядеть нормальной, неважно, там жирной, сухой, какой угодно, но при этом существуют ощущения неприятные в области лица. Это зуд, жжение, соднение, чувство стягивания и так далее. Такие вот действительно портящие жизнь ощущения, то есть те, от которых отмахнуться иногда сложно. И они возникают не раз в год, после каких-то, не знаю, экстремальных ситуаций, а именно часто, то есть ежедневно, допустим, они присутствуют в жизни человека. Это тип чувствительности 3. Типы могут сочетаться, то есть у одного и того же человека могут быть хоть все 4 типа на самом деле. С4 – это нарушение кожного барьера и дерматит. Вообще нарушение кожного барьера будет и при акне, и при розации, оно обычно бывает. То есть нельзя взять акне и просто, то есть есть акне, но нет нарушения кожного барьера, потому что, в принципе, когда у нас есть угорь, то есть воспалительный элемент, именно вот эта вот его головка, скажем так, там нарушен барьер. И если мы нанесем пилинг поверхностно-срединный, то в области именно этих головок он сработает как срединный, то есть будет фрост. О чем это говорит? Это говорит о том, что барьерные функции кожи в этом месте нарушены. Но С4 характеризуется не только этим, потому что, в принципе, чувствительность кожи – это изначальное нарушение барьеров. Это как бы скорее объяснение. С4 характеризуется дерматитами. Что такое дерматиты? Это когда чувствительность кожи доходит до такой степени, когда мы не можем подобрать косметику, потому что она не просто сжется, потому что остается либо аллергический контактный дерматит, либо простой контактный дерматит. То есть уже идут дерматиты, то есть розовые шелушащиеся пятна или покраснение кожи в ответ на нанесение какого-либо крема. И человек просто не знает, что делать, потому что как ни прикоснешься, кожа идет пятнами не просто красными, а потом они шелушатся, зудят и так далее. То есть это такой, наверное, на самом деле, самый тяжелый тип для жизни, потому что вначале человек пробует и к каким-то специалистам ходить, и сам пробует, конечно же, разную косметику покупать для чувствительной кожи, но кожа реагирует все больше, 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 человек отчаивается и больше не трогает свою кожу вообще ничем. От греха подальше. То есть такой, получается, у нас такая уже фобия, да, фобия на косметику и на косметологов. Даже сходить на массаж, например, спины, ну там или тайский массаж берем, там они все равно лицо трогают. То некоторые массажисты идешь на массаж поп, а они лицо тоже потрогают. Тоже у людей фобия тогда и этого, то есть кожа, тела, они не дают особо прикасаться. Плюс бассейны, бани, все что угодно, просто пот будут вызывать тоже дерматиты, сильное шелушение, сильные вот эти красные пятна, мороз будут вызывать тоже такие же вещи. То есть действительно такое вот прям страдание у людей. С-3 тоже, кстати, вызывает много страданий, причем человек себя чувствует как сумасшедшим среди людей, которому не верят, да, как человек с паранойей, которому все говорят, что у тебя паранойя, просто все хорошо, потому что внешне ничего не заметно, он ощущает много разных неприятных вот этих вот ощущений. Так. Существует, так как классификация-то тоже сложновато, да, и как проверить, есть ли чувствительность кожи? Существует шкала субъективной, необъективной, то есть не когда это врач-косметолог, взглянув, посмотрев на человека, там, объективно говорит, о, у вас чувствительная кожа, да, это объективно. А есть субъективная, когда сам человек с, возможно, чувствительной кожей делает этот тест по мизере и понимает, что, о, боже, у меня чувствительная кожа. Итак, шкала оценки чувствительности кожи по мизере. Есть 10 показателей, они написаны, есть шкала от 0 до 10, и человек на эти 10 показателей, соответственно, ставит оценки. 0 – это если такого вообще нет, 10 – это если прям всегда, да, то есть всегда покалывает, всегда жжет, всегда есть ощущение прилива, например, да, и так далее. До 20, затем подсчитываются эти баллы, до 20 – это кожа резистентная, нечувствительная. От 20 до 60 – это чувствительная кожа, а более 60 – это уже, обратитесь к дерматологу, потому что чаще всего это говорит о каких-либо уже заболеваниях. И здесь лучше, чтобы была помощь специалиста. То есть с самолечением лучше не заниматься. Вот, можете даже сами пройти такой тест и посмотреть, сколько у вас баллов, но уже после вебинара. Вот возьмем акне, да, как пример такой спорной чувствительности, потому что розация, да, она всегда характеризуется чувствительностью, зуджение тоже. Тут очень много различных ощущений, да, вот покалывание, жжение, ощущение тепла, стянутый зуд, дискомфорт, то есть ощущение прилива крови. Это все только ощущения. И даже если вы поставите по 5 баллов, то это будет говорить уже о чувствительности. Вот, допустим, акне. Достаточно, допустим, такое, когда можно кислотами пользоваться, ретинолом, и вообще человек не испытывает особо никакого дискомфорта в жизни. Да, раздражимость, допустим, нет. Покалывание. Если бывает, то крайне редко, когда уголь очень большой, жжение, нет. Ощущение тепла, нет. Стянутость тоже нет. Зуд. А вот это бывает при акне именно в воспалительных элементах. То есть у нас может быть зуд, у нас боль всегда, воспалительные элементы болят всегда. Дискомфорт. Ну, так. Может быть, может не быть. Ощущения прилива крови обычно нет. Покраснение есть тоже всегда. То есть у нас боль и покраснение уже 20 дают. Да, и плюс зуд-то может быть иногда. То есть 25 у нас уже есть чувствительность. Это если прям вообще кожа нормальная, и можно спокойно пользоваться даже кислотами. Вот, то есть вот так. Так, дальше. Что же дальше делать? Что же дальше делать? Как мы сами себе или с помощью косметолога или косметолог, как может своим пациентам сделать чувствительную кожу? Чаще всего, когда ко мне приходят пациенты с чувствительной кожей, они не чаще всего, а абсолютно всегда делают ошибки в домашнем уходе. Поэтому мы уход разберем в первую очередь. Потому что домашний уход есть в принципе у всех. А вот уже косметолог далеко не у всех. Можете пока написать, кто из вас косметолог, а кто из вас, ну, будем так считать, пациент. Так, самая главная ошибка в уходе – это неправильный водный режим, то есть умывание. что имеется в виду? Умываться, безусловно, нужно. Потому что, ну, нам нужно и помогать эпидермису, который уже мёртвый, отшелушиться, да, то есть ускорять дискломацию эпидермиса благодаря умыванию, чтобы у нас не было гиперкератоза. И убирать грязь, лицо, убирать косметику. Тот же крем, который всё равно содержит какие-то масла, и не всегда это минеральное масло, да, которое не портится. А это, конечно же, чаще всего масла органические, которые окисляются. И продукты этого окисления лучше себя смывать. Так вот, но при чувствительной коже кожа реагирует даже на воду. И проблема чувствительной кожи, что человек умывается дважды в день и умывается водой. Иногда даже не используя косметические средства. Сначала он может использовать, ну, то есть, безусловно, жёсткие павы, да, как следующий пункт, безусловно, жёсткие павы тоже приведут к чувствительности, к пересушенности кожи. То есть любая дегидратированная кожа, она становится чувствительной, потому что мы нарушаем барьер. Чаще всего нарушаются барьеры благодаря жёстким павам. Причём, это могут быть даже не такие уж и жёсткие павы. Это могут быть просто большие концентрации. То есть, когда берётся не 2-3 капельки средства, в некоторых средствах и одной капли хватает. Ну, если мы говорим про гельтек, то гель очищающий нужно реально 2-3 нажатия. Это 2-3 капли. Там капли не очень маленькие, но всё равно это капли. Этого хватает, чтобы смыть любой макияж. Единственное, водостойкая помада не смывается. Вот этот не смывается гельм очищающим. Все остальные, водостойкие карандаши, тональные средства, водостойкие туши, эти кремовые тени, они тоже достаточно такие водостойкие обычно. Всё это смывается очень хорошо. И когда мне говорят, допустим, подруги, что было у меня такое, что я не смываю, тушь, когда смываю, плохо смывает тушь, у меня я как панда. Я говорю, наносим тушь. Берём гель очищающий. Сейчас, говорю, тебя умою. Умываю, нет туши. Да, то есть вопрос в чём? Вопрос в неумении умываться. Есть видео, как это делать. У нас даже видео об этом есть. Вот. Нужно просто дать подольше средству, сработать. Вот и всё. Короче. Жёсткие палы, либо слишком большой объём. Вот у нас есть пенка для умывания. Пенка чаща с алоэ вера. Если её брать очень много, да, то есть раз, два, три. Вот я увидела недавно в Инстаграме у нас такое видео. Кто-то из сотрудников показывал, как она умывается. Мне стало страшно за кожу, потому что она взяла тройную дозу пенки. По-хорошему там хватает даже меньше, чем одно нажатие. Там нажатие достаточно долгое такое. Можно меньше нажимать, и вы получите тот же эффект очищения, но без сухости, да, и без пересушивания кожи, без усиления её чувствительности. При чувствительной коже, я это ещё потом скажу, нужно реже умываться и выбирать средства, желательно, которые... для которых не нужна вода. То есть это мицеллярные воды. У нас это лосьон очищающий. Так, ПАВА обсудили. Эфирные масла. Эфирные масла всегда вызывают усиление чувствительности кожи, к сожалению. Особенно если кожа уже была чувствительной, но чуть-чуть, то она станет более чувствительной, потому что эфирные масла раздражают кожу всегда. Только очень такая кожа резистентная, хорошая кожа с хорошим барьером будет рада эфирным маслам. Опять же, эфирное масло, масло-масло рознь, да, мы все это знаем. И концентрация масла тоже имеет значение. Вообще любая, всегда концентрация имеет значение. Обычно чем больше концентрации, то есть есть нормы по концентрации. Если мы находимся ближе к верхней границе нормы или за нее заходим, то, конечно же, это вызывает чаще всего проблемы. Поэтому увлечение эфирными маслами, не базовыми, эфирными маслами, приводит к чувствительности кожи. Чаще всего они вызывают раздражение и покраснение. Кислоты. Кислоты и другие раздражающие средства. Кислот великое множество, и они уже очень давно используются, конечно же, в косметике, и очень давно модно использовать, особенно в зимний период, домашние кислоты, то есть не просто ежедневные уходовые средства с кислотами, а такие кислоты выходного дня в виде какой-нибудь маски или слиппинг-маски, или просто именно как бы пилинг домашний, который делается, допустим, раз в неделю. Вот это путь часто, который приводит к чувствительной коже. И человек не понимает, ведь реклама ему обещает, что кожа станет всё лучше и лучше, шелушение пройдёт, кожа выровняется, морщинки пройдут, но через, допустим, 3-4-5 недель применения, иногда через, ну да, через 3-5 недель применения, почему-то морщинки углубляются, почему-то появляется шелушение, почему-то появляются какие-то розовые пятна, потому что разрушен липидоэпидермальный барьер кожи, кожа стала пересушена, и на эту пересушенную кожу, не заметив этого, да, ведь мы купили на цикл какое-то средство, да, там написано, допустим, 4 недели, а у нас уже через 2-3 применения пошла сухость, но мы это не можем понять дома и используем назначенные 4 недели, вот, поэтому не люблю такие вещи, только под контролем специалиста это должно делаться, а лучше, чтобы это сам специалист и делал, потому что уже в процессе умывания специалист легко замечает чувствительность кожи. Далее, да, к данным средствам, к данному типу, да, то есть кислоты относятся различные аптечные препараты, в том числе, там, допустим, бензоилпероксид, допустим, да, это вроде бы не кислота, это производная перекиси водорода, в принципе, ну, то есть там суть работы, это перекиси водорода, которые выделяются внутри кожи, всегда раздражает, всегда розовые пятна, всегда шелушение, но зато прыщики подсушиваются. Соответственно, не люблю очень это средство, потому что помогать одноразово может помочь, но если несколько раз применить, то будет уже повышение чувствительности кожи, очень сильное. Так, ретинол. Ретинол, с одной стороны, является просто для некоторых спасением, действительно, потому что и таким достаточно универсальным средством, помощи, такой панацеей почти от всего, то есть это, он используется и при акне, и при очень жирной коже, закрытых комедонах, открытых комедонах, как омолаживающее средство, то есть от морщин, как средство от пигментации, то есть очень много применений, но при этом нужно понимать, что ретинол дегидратирует кожу, к сожалению, может раздражать кожу. Часто бывают ретиноевые герматиты, которые в течение там 3-2-3 недель ничем не убираются, вообще никакими глюкортикостероидами, ничем. Вот пока это время не пройдет, пока ретинол не выведется из кожи, это не проходит. То есть такое средство, которое нужно применять с очень хорошим контролем и пониманием, когда нужно остановиться, когда нужно сделать его пореже и так далее. Потому что если кожа, допустим, допустим, пересушенная, и мы ретинол используем, то есть если мы лечим пигментацию, допустим, да, то есть мы не берем акне, когда чаще всего кожа жирная, мы возьмем пигментацию и морщины, да, то есть мы возьмем старость. Вот. Признаки зрелой и стареющей кожи, признаки флота, повреждений и так далее, то ведь зрелая кожа часто бывает и чувствительная, и пересушенная, и ретинол нужно с опасочкой назначать, то есть нужно обязательно контролировать, не началось ли шелушение, а точно ли нет раздражения, точно ли она ощущает себя нормально, то есть не появилось ли каких-то вот непонятных ощущений при нанесении косметики, или наоборот, может быть, она стала краснеть при умывании, то есть вот это вот нужно все очень хорошо следить за этим, а так отличное средство, особенно у нас в ретидерме. Комедогенные компоненты, да, что делают комедогенные компоненты, они делают в основном окклюзию, и при жирной коже, крайне редко при сухой, при жирной коже, или если есть склонность к фолликулярному гиперкератозу, потому что он бывает и при сухой коже, мы получаем фолликулярный гиперкератоз в основном, да, закрытые комедоны, которые потом могут превратиться уже в, соответственно, в пустулы, и это будет уже такая средней степени форма акне. Комедогенных компонентов достаточно много, это все окклюзионные средства, есть разные списки этих средств, сейчас очень легко, сейчас можно это все проверить, в интернете, просто состав через различные сейчас существуют сайты, на которых можно проверить комедогенность средств. Раньше проблема списков по комедогенности в том, старых списков, которые в учебниках, например, в справочниках существуют, в том, что их проверяли на кроликах, а мы немножко не кролики, и комедогенность на сухой коже, на жирной коже, ну, то есть важна особенность кожи, для кого-то будет отлично, лучший крем в мире, а для кого-то будет после одного нанесения сразу же испорченная кожа, да, потому что все очень индивидуально, но нужно помнить, что если есть склонность к жирности, склонность к закрытым комедонам, вообще к комедонам, то нужно обязательно проверять составы косметики. В гельтеке мы стараемся делать все средства некомедогенными и проверяем обязательно, когда мы проводим тесты, у нас есть пациенты с очень жирной кожей, мы им обязательно даем на проверку, то есть они месяца два обязательно используют, минимум месяц, обычно дольше, чтобы, ну, потому что на них они точно среагируют, обычно они реагируют, если что-то не так, там какую-то где-то косметика до меня, до знакомства со мной, или все что-то, то есть там кожа реагирует просто сразу, буквально за один-два дня, сразу же ухудшается, жирнится, начинаются какие-то комедоны и так далее. Поэтому вот у нас действительно безопасно, у нас безопасный солнцезащитный, потому что самое комедогенное средство обычно это солнцезащитный крем. Вот он у нас безопасен. Даже там сейчас новые будут средства, они еще не вышли, матирующий флюид, например, будет он, ясно, что для жирной кожи, да, ни у кого не вызвал никаких, ни закупоривания пор, никаких усилений, вот проблем в плане этого. Так, ферменты. Ферменты, энзимы, то есть это энзимные маски в основном. Они могут быть очень разные, очень разные, бывают со скрабящими частичками, бывают чистые. Соответственно, как могут ферменты ухудшить ситуацию? Вообще ферменты, они могут сами быть немножко злыми для чувствительной кожи, то есть они могут вызывать какие-то покалывания, какие-то ощущения, особенно если они идут в сочетании с кислотами, с небольшим количеством кислот. Опять же, есть ферменты более жесткие, это, ну, опять же, концентрация, да, если их совсем чуть-чуть, то ничего не будет, если их много, то есть производитель хотел сделать как лучше, получилось как получилось, да, то есть получилось не для всех. Ферменты более такие злые, это могут быть бромелоин, вот из ананаса и папайи, а есть более мягкие, да, это из бифидобактерий, лактобактерий, то есть молочнокислые ферменты, они помягче. Ферментов тоже достаточно много, все это, косметика, это вообще сплошные эксперименты, но нужно помнить, что если кожа чувствительная, то нужно проверять, точно ли она нормально среагирует на ферментативный препарат, и не перебарщивать, потому что некоторые, там, особенно при чувствительной коже же есть, шелушение часто бывает, да, то есть она пересушенная, может быть, шелушение. Как убирать шелушение? Энзимными масками, да, потому что они разрушают вот эту связь, маску между корниоцитами, и, соответственно, их можно отшелушить, сделать лицо более гладким, кожу. И что думает человек? А буду делать энзимную маску каждый день. Через неделю что он получает? Красные шелушащиеся пятна, потому что сделал себе, в принципе, такой пилинг. Каждый день слишком сильно отшелушиваю. Раз в неделю – идеально. Кому-то даже реже, то есть раз в 10 дней, раз в 2 недели. Часто это не делается. Или если совсем чувствительная кожа, то лучше к косметологу ходить, чем дома экспериментировать, а потом идти к косметологу. Так, но косметологи тоже не все одинаково полезны, и бывают и у нас ошибки. Это нормально. На ошибках учатся. Опять же, все можно исправить всегда. Ошибки в процедурах. Что вызывает чувствительность кожи? Конечно же, пилинги. То есть всегда кислоты разрушают липидоэпидермальный барьер и делают кожу чувствительной. Но нормальная кожа становится чувствительной только на некоторое время. Но если мы делаем курс пилинга, то есть каждую неделю, 10 раз, как завещал, не знаю кто, какой-то Ленин, видимо, не подумав, нельзя делать всем подряд одинаковый курс. У всех разная кожа. Нужно каждый раз смотреть, что мы получили, что мы хотим получить, что мы получили, и в правильном ли мы направлении движемся. Или мы уже переборщили, ушли в побочные эффекты. Так вот, соответственно, пилинги, всегда выбор должен стоять, если вы подозреваете чувствительную кожу, если вы точно уверены, что она чувствительная, прям совсем чувствительная, лучше вообще не делать пилинги, лучше сделать энзимные, за счет энзимов. Более поверхностный пилинг, да, более легкие, более маленькие концентрации кислот, больше по кислотам тоже есть, по пилингам есть у меня вебинар. Из кислот лучше выбирать фруктовые, то есть не химические, прям вот чистая химоза, а лучше выбирать органические, то есть фруктовые или же полигидроксикислоты. Они более мягкие, они более увлажняющие, они действительно меньше дают побочных эффектов. Да, они могут не дать какого-то эффекта, как после ТСА пилинга, да, когда у нас прям чуть-чуть даже рубцы могут слегка разгладиться, да, и морщинки там уменьшаются, и цвет кожи меняется. Но зато и побочек не будет в виде пигментации, в виде ритема длительной и так далее. Вот. Так, шлифовки, лазерные шлифовки, есть еще драмобразии, они тоже, так как повреждается эпидермис достаточно глубоко, то тоже кожа становится чувствительной, это, ну, с одной стороны нормально, с другой стороны, если вы делаете шлифовки или срединый пилинг, вы должны убедиться, что кожа заживет, то есть, что она достаточно сытая, скажем так, что она хорошо увлажнена, что она готова к этому повреждению и заживет в нормальные сроки, а не в течение двух-трех недель, потому что и вам придется не спать эти три недели, и пациент тоже получит осложнение, скорее всего. То есть, это нужно обязательно фильтровать пациентов на такие достаточно жесткие процедуры. потому что самые мои, наверное, дурацкие ошибки, когда я верила и брала вот прям с порога на там шлифовку или еще что-то, и потом не понимала, что с этим делать. К счастью, все были лояльны, и, ну, то есть, это не то, что вы плохой доктор, я больше к вам никогда не вернусь, такого не было, но я бы на их месте, наверное, сказал так, вот, потому что очень было долгое заживление, потому что человек был в стрессе, а стресс часто приводит, кстати, к повышению чувствительности кожи, потому что спазм сосудов идет, к повышению кровообращения, и дерма, и эпидермис недополучают питательных веществ, например. Вот. Ну, или там кто-то на диете, кто-то еще что-то, кто-то, кого-то дома, кроме Невея, ничего не было, то есть, перед такими курсом пилинга или ТСА пилингом или шлифовками нужно обязательно, чтобы пациент уже был готов в плане косметики дома тоже, чтобы у него все препараты были для заживления, чтобы он точно умел с ними обращаться, чтобы у него не было вопросов, сколько капель нужно на лицо наносить, да, сколько, а что такое, а что гель не надо смывать, ну, если гель, гель так, да, это же сыворотки чаще всего у нас, у нас гель для умывания это только один, вот, а что не надо смывать, да, или вот такие вопросы, чтобы их не было. Вам же лучше. так, следующая ошибка, массаж с некачественным маслом или кремом, это могут быть как просто просроченные, да, прогорклые, скажем так, то есть окисленные препараты, или же, ну, действительно, где-то некачественное, что-то купили, после этого, может, могут начаться дерматиты, могут начаться и закрытые комедоны, соответственно, переходящие в акне, если кожа была хоть немножко чувствительной, она станет еще более чувствительной, то есть вот попадание на кожу чего-то некачественного, потому что пилинги некачественные не бывают, они не портятся, скажем так, а вот все, что такое масляное или жирные кремы, они портятся достаточно легко и могут быть тоже из некачественных компонентов. Вапоризация наша любимая, да, то есть вот эти классические чистки с распариванием вапоризатором, то есть такая микробаня для лица, при этом напоминаю, что у массажистов в СПА часто есть бочки, где наоборот лицо, даже, господи, что в фильме «Агент 007» Шоном Коннери показана такая процедура, где он запер какого-то злодея в бочке, или его заперли, я уже забыла, то есть тело у нас нагревается, лицо нет, не нужно нагревать лицо, пожалуйста, ни в банях, нигде, обязательно прикрывайте кожу лица, потому что кроме чувствительности и купероза, расширения пор, и так далее, вы не получите ничего хорошего. И усиление, кстати, сальности. Поэтому когда-то я разбирала классические чистки лица, возможно, это вебинар был какого-то очень уже бородатого для меня года, типа 14-го, может быть, а может быть, это живой был семинар, и там, понимаете, каждый пункт классической чистки лица, он приводит к сальности кожи, к усилению сальности кожи. Поэтому не надо это делать. Далее. Электропроцедуры с неправильным режимом. Я совершенно не против ни гальваники, ни микротоков, ни электропорации, безусловно, это прекраснейшие процедуры, которые дают отличные эффекты, но если мы переборщим с электричеством, то есть слишком сильно, но микротоки так не получится, они там дергают, начнет лицо, потому что там уже получается как электромиостимуляция, если микротоки интенсивность увеличить, там просто сам пациент скажет, ой, доктор, что вы сами делаете, почему я вся дергаюсь, а да, потому что у меня вся дергается, то, например, электрофорез, или даже чистка гальваническая, там можно переборщить, или если кожа чувствительная, то пропускная способность эпидермиса, электропроводность эпидермиса, она увеличивается, поэтому при акне, например, электропроцедуры нельзя делать, потому что будет слишком сильно над угрями проскакивать заряд, да, и будет бить током, так вот, если слишком сильно делать, не знаю, аппарат у вас новый, или не разобрались еще, или ошибка какая-то, случайно, или пациент очень сильно терпит, и думает, что если жжет, значит любит, значит работает, то можно усилить чувствительность кожи, то есть кожа будет красная, может потом шелушиться, могут появиться красные пятна, то есть мы получаем, как бы такой, мы получаем дерматит, то есть С4, да, и усиливаем чувствительность, а уже любой дерматит, он, его нужно лечить, потому что если оставить его на той же домашней косметике, то он может только процветать и ухудшаться, вопрос, чем пользуются пациенты. Так, ультразвуковая чистка с жестким нажатием на лопатку. Очень часто с этим встречалось, еще когда вела живые семинары, ну, потому что в вебинарах это сложно, да, посмотреть, как это работает, да, встречалось и у подруг косметологов, которые приходили с красным лицом после обучения ультразвуковой чистки, и я говорила, это что с тобой, это мне ультразвуковую чистку сделали, вот, я говорила, что? Такого не должно быть. То есть, это непонимание изначально физических процессов данной процедуры, да, потому что ультразвуковая чистка чистит за счет ультразвука, то есть, очень-очень быстрых вибраций, лопаточки, а не копаем мы картошку на лице, да, то есть, не надо на нее нажимать, нужно очень-очень нежно этой лопаточкой работать, потому что, когда вы сильно наживаете, ну, вы просто скребете, да, лопаточка достаточно острая, то есть, вы чисто механически повреждаете кожу, после этого может быть акне, после этого может быть, то есть, С1 чувствительность, да, после этого может и купероз вылезти, это С2 чувствительность. Про раздражение, жжение я не говорю, то есть С3 чувствительность будет у человека, у него все лицо будет гореть после этой процедуры. И вплоть до, особенно если потом маску какую-то очищающую же еще должна носиться, то еще раздражение мы усилием вплоть до каких-то дерматитов, да, то есть мы получаем все 4 вида чувствительности из-за неправильной работы с аппаратом, да. Поэтому очень рекомендую обучаться лично, потому что сейчас все обучаются по видео. Должна быть, скажем так, постановка руки, да, должны быть объяснены все физические законы, как это работает, доведены до, соответственно, вашего понимания. Потому что все по-разному понимают, у всех разные ассоциации и так далее, у всех была в конце концов разная физика. Разные физики были в школе и так далее. Так, и в конце, чтобы я еще к ошибкам в процедурах добавила, это неправильное завершение процедур. То есть когда, например, сделали чистку и протерли хлоргексидином и сказали, иди отсюда. Да, или когда сделали, ну, то есть отсутствие завершающего покрытия на лице, которое как-то должно защищать поврежденную кожу от, ну, как минимум, окружающей среды. Нужно человека транспортировать от кабинета до квартиры. И даже если он сел в свой автомобиль или в такси, то это не значит, что там прям очень чисто и так далее. То есть должно быть какая-то сыворотка, крем, то есть что-то должно быть нанесено на кожу, средство, которое оставит защитную пленку после таких процедур. Вот. Потому что часто сталкиваюсь с тем, что не наносится ничего. И вот это неправильно. Так. Далее. Как же помочь? Хотелось бы. В первую очередь определить тип чувствительности кожи. Потому что знание этого всегда полезно. Вообще знание всегда полезно. А второе. Определить провоцирующие факторы и их исключить. Да, то есть что это? Это, не знаю, вот сейчас, да, зима, это, ну, может быть, человек лыжник, да, и бегает на лыжах по три часа по морозу. Конечно, кожа будет чувствительная. А мы там будем искать, что же не так в домашнем уходе. То не так, балаклаву надо надевать, когда на лыжах бегаешь. Там скинсейвером мазаться. Ну, то есть вот такое, да. То есть обязательно проверка всех средств домашнего ухода, образа жизни, потому что это могут быть частые походы в баню или частые походы в бассейн. Или там домашний уход вот такой. Ой, а забыла, мне подружка подарила кислоты. Да, чтобы вот этого не было. То есть очень жесткая проверка всего. Такой детектив, да, что у нас дома, чем мы пользуемся, как мы живем, может, там, не знаю, мужчина со щетиной и царапает ее каждый день, да, и у нее из-за этого нижняя часть лица вся красная в высыпаниях и в шелушащихся пятнах, да, то есть и ощущение жжения, безусловно, она получает. То есть все четыре вида чувствительности могут быть из-за этого. А мы будем проверять домашний уход. Или там еще что-то. Нужно, оказывается, мужчине побриться. Вот. Так. Подбор средств домашнего ухода. Даже если уход вроде бы более-менее нормальный, но у нас сейчас есть уже чувствительность, или это сейчас состояние после того же пилинга, да, то есть временная чувствительность кожи, нужно немножечко эти средства преобразовать, то есть добавить кое-что более ранозаживляющее. И, безусловно, регулярный контроль специалистам состояния кожи. То есть то, что один раз дали и распрощались навсегда. Нужно обязательно сказать, чтобы хотя бы написали, понравилось, не понравилось, реакция есть, реакция нет, улучшилось состояние кожи, не улучшилось и так далее. И через пару недель, допустим, пришли на какие-то процедуры. Или через неделю. Итак, я выбрала пять самых крутых препаратов для чувствительной кожи, которые есть в гельтеке. При использовании их, в принципе, за один день, ну, акне, как вариант чувствительности, да, здесь не все будет нужно при акне, да, но если мы берем все остальные три вида чувствительности, то, ну, и вообще чувствительную кожу, то вот эти пять продуктов, они максимально быстро, буквально уже за одно применение дают просто ошеломляющий действительно результат. Вот сегодня я получила, например, девочки мне написали, две причем, одна написала, вторая за ней, как их гель интенсив регенерации спасли их руки от ожога, да, то есть там сильный был ожог, и ни красноты нет, ну, то есть унижения, то есть они спокойно дальше живут, готовят этими руками, моют посуду и так далее. То есть потому что ожог был действительно очень сильный, там могли бы и пузыри быть, вот, этого не было, потому что ожог – это что? Это нарушение тоже барьерных функций кожи, соответственно, это сверхчувствительная кожа, да, потому что верхний слой у нее, ну, не умер, конечно, но вот уже как кожа особо не работает, вот, и гель интенсив регенерации отлично от этого помогает. И сейчас новый гель Ceramide Skin Saver тоже, но про это чуть попозже. Итак, давайте разберем эти средства конкретно, чтобы вы поняли почему и давать ли их все вашим пациентам и в каких ситуациях, или выбирать какое-то одно-два, потому что не обязательно сразу видеть чувствительную кожу, сразу так оп-чек на 5 средств, и все. Всякое бывает, можно всегда все варьировать. Лосьон очищающий. Это достаточно уже, скажем так, старое средство DELTEK, но проверенное, при этом любимое у нас в клинике, например, он используется для снятия макияжа, как мицеллярная вода, да, чтобы не умывать с водой, потому что это неудобно, а именно протирать лицо. Что я могу сказать? Он снимает любой макияж, действительно любой макияж, тут уже даже включая водостойку, губную помаду, причем не нужно там 10 ваток для этого использовать, если очень много, ну, тонального средства, то есть на глаза достаточно 2 ватки, да, и все лицо, а если еще с тональным средством, ну, будет, соответственно, 4 ваточки. Вот. Никаких проблем, вопрос, что нужно только дать чуть-чуть, полежать на глазах, чтобы средство сработало, а потом уже аккуратненько убирать. Вот. Итак. Это очень действительно нежное очищающее средство без контакта с водопроводной водой, да хоть даже с родниковой водой, любая вода сушит, вода не увлажняет, поэтому очень много людей с пересушенной чувствительной кожей, я знаю, которые просто мывались водой, и никак не использовали никаких средств, соответственно, у них и гиперкератоз, потому что вода нормально не очищает, при этом вода сушит, то есть у них и пересушенность, и гиперкератоз одновременно, кожа такая становится грязная, вот ее хочется чистку сделать обязательно, прям чистку сделать, и домой дать энзимную маску с глиняной, чтобы это все очистить по-хорошему. Глосион очищающий в составе депантенол, как ранозаживляющее противовоспалительное средство, экстракты ромашки, календулы, да, мы знаем, что это противовоспалительные, такие успокаивающие экстракты, зеленый чай – это антиоксидант, гомомелис, он обладает дубящими свойствами и способствует нормализации салоотделения, немножко сужению пор. Он не сушит кожу, он нормализует салоотделение, то есть если сала слишком много, то его станет чуть поменьше. И мягкие павы, подходящие даже для чувствительных век. Глаза он не щипет при использовании, то есть такая отличная, скажем так, мицеллярная вода. Как и любую мицеллярную воду, наш лосьон очищающий, так это все-таки умывалка, его нужно обязательно смывать. Смывать его чем? Вода сушит, да, помним, вода сушит. Не водой, потому что у меня некоторые такие, вот я умываюсь мицелляркой, а я говорю, а чем смываем? Водой. И тут я думаю, врет или не врет. Но, как бы, вроде бы и хорошо, да, смыло очищающее средство водой, но, с другой стороны, плохо, потому что водой. Смывается мицеллярка тоником, тоже на ватке. Самый такой увлажняющий и одновременно успокаивающий тоник наш, это тоник с гиалуроновой кислотой эластина, мой самый любимый. В нем большое количество высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, сколько не скажу, эластин, гидролизат коллагена и глицерин, то есть, такие хорошие увлажняющие компоненты. И он действительно обладает также и успокаивающими свойствами. И он дает сразу же ощущение комфорта для сухой и раздраженной кожи и ощущение, что кожа начала дышать. Вот это ощущение многие повторяют сразу же, когда первый раз им, ну, его попробовали. Или даже на столе, если им протираешь. Но вот дома тоже люди, которые первый раз попробовали этот тоник, они сразу такие, о, ух ты, вот это да, вот это ощущение. То есть, это всегда очень приятное ощущение. Это важно для какого типа чувствительности, да, для третьего типа чувствительности, которые все время чувствуют какое-то раздражение, жжение, зуд, там что-то не так у них, там, не знаю, тараканы бегают по лицу. Вот это очень важно им в том числе. В целом и гиалуроновая кислота, и эластин, и коллаген, и глицерин, они не просто увлажнители, они и успокаивают кожу за счет вот этой вот в том числе пленочки. Лайфхак. Да, если очень-очень сухая, очень-очень чувствительная кожа, можно не использовать очищающий лосьон, можно как бы протираться только тоником с гиалуроновой кислотой. Например, если прям жутко пересушенная, то с утра просто тоником протираться, и потом уже сыворотки наносить. А вечером, ну, хотя бы раз в день-то, лучше, конечно, и очищать. С меня этот тоник даже за счет, ну, то ли у меня кожа такая, я тушью не часто пользуюсь, то есть тени он смывает, допустим. Это происходит за счет того, что эластин, гидролизат, коллагена – это белки, да, это длинные аминокислотные остатки. Любой белок, ну, любая аминокислота, у нее есть гидрофильные, липофильные кончики могут быть. Ну, так как это сложные молекулы, да, опять же, тот же глицерин, они обладают очищающими, в том числе, свойствами, но это не павы, то есть они не сушат при этом. И вот за счет этого он, ну, то есть я иногда, если я чувствую, что суховато кожа там по каким-то причинам, не знаю, то я даже просто им протираюсь вечером два раза, то есть первый раз, да, я сняла макияж, второй раз я уже дотерла, вижу, что ватка чистая, все отлично, да, потом сыворотку наношу. То есть это вариант только для такой очень-очень чувствительной кожи. Ну, то есть я не могу сказать, что это не умывалка, запомните, это не мицеллярная вода, там нет павов вообще в составе этого тоника, но при этом он хорошо очищает кожу, то есть можно при сверхчувствительности вот так использовать. Вообще при сверхчувствительности лучше макияжем не пользоваться, особенно тональное средство, это вообще ужасно. Надо было их, кстати, добавить к домашнему уходу про средства, которые вызывают чувствительность. В Америке одна журналист, видимо, настоящий журналист, решил провести эксперимент 21 день, по-моему, всего три недели она это делала, она наносила тональник, красила там как-то глаза, не помню, тушь что ли она наносила, честно говоря, не знаю, потому что тушь так не смоешь, но в общем, я помню, что она наносила тональник точно и не смывала, просто умывалась, по-моему, водой без очищающих средств. И на следующий день снова наносила тональник. Через три недели у нее не просто розация началась, у нее просто было красное лицо, все в розовых, шелушащихся пятнах, очень чувствительное. Ну, вот она героически, на самом деле, дотянула вот эти три недели, потому что я бы, наверное, сразу, как только это началось, я бы перестала, я бы эксперимент прекратила, потому что, ну, свое здоровье дороже на самом деле. Но вот она довела эксперимент до конца, и можете погуглить, я вообще понятия не имею, как ее зовут, но такой эксперимент был. И это говорит о чем? Это говорит о том, что тональные средства, они вызывают чувствительность кожи повышенную, то есть люди, у которых уже есть чувствительность, у которых уже есть проблемы с кожей, не должны пользоваться тональными средствами классическими. там бывают профессиональные, профессиональные не для визажистов, профессиональные в профкосметике, в какой-то косметевтике, бывают тоже средства с маскирующими эффектами, они обычно не вызывают раздражения, но все равно нужно фильтровать, нужно не так часто этим пользоваться. Вот, я своих отучаю всех, я говорю, подожди, ты хочешь быть реально, иметь здоровую кожу, или ты хочешь вечно просто делать вид, да, то есть как-то маскировать свои недостатки. Мы выбираем всегда первый вариант, поэтому все у нас хорошо у всех. Так, переходим к моему любимому гелю интенсив регенерации, который, я считаю, должен быть мастхевом, просто в каждой аптечке, у каждого человека на земле, у кого есть особенно дети, животные, кто любит готовить много, да, у кого ожоги, или гладить. Вот, так, потому что мы им однажды ребенку по норице, например, лечили, обошлось без операции. Так, я хирург, да, то вот мы пошли на такой эксперимент, и все очень-очень хорошо разрешилось, потому что хотели удалять ногти ребенку, причем на всех пальцах, это было прям страшно. Вот, так, что же в нем содержится? Высокомолекулярная гиалуроновая кислота. И я напомню, что она не тупо увлажнитель какой-то, да, сферический вакууме, а высокомолекулярная гиалуроновая кислота, она делает на поверхности кожи увлажняющую пленочку, и за счет этого эпидермис работает гораздо лучше, чем без этой пленочки, причем пленочка дышащая, то есть воздух проникает, то есть это не окклюзия, как от кремов или масел. Гиалуроновой кислотой какой-то, ну, там, после войны или около войны Второй мировой лечили ожоги успешно достаточно, то есть именно вот раны очень хорошо заживают при нанесении высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. То же самое могу сказать про депантуру. мы все знаем, что пантенол это заживляющий компонент провитамин В5. И в нашем средстве его те же 5%, что и во всяких бипантенах и так далее. Но наше средство все равно лучше, потому что вокруг этого пантенола еще 95% вкусняшек, а вокруг кремовых форм или форм, которые пенятся, там не так все приятно по составу. И опять же это кремы, то есть на ожог кремы не наносятся, это знает каждый дерматолог. Должны наноситься охлаждающие, так как ожог горячий, должны наноситься охлаждающие вещи, охлаждающие либо примочки, либо гели. вот, ну мы сейчас не про ожоги, да, мы сейчас про чувствительную кожу. Хитозан и бета-глюкан такие интересные компоненты, которые одновременно и успокаивают, и нормализуют иммунитет кожи. Напомню, что чувствительная кожа, там, если мы вспомним акне, да, например, чувствительная кожа нарушена, нарушенная в том числе иммунная реакция, да, поэтому она может быть чрезмерной, может быть, наоборот, ослабленной, но чаще она чрезмерная, поэтому идет реакция на разные вещества, именно как аллергическая, аллергическая реакция, это тоже аналог, ну, в смысле, это одна из, один из вариантов иммунных реакций, чрезмерная иммунная реакция, да, то есть это тип чувствительности 4, когда идут дерматиты, ну, и также тип чувствительности 1, когда идет у нас акне. Вот хитозан с бета-глюканом, они очень хитро воздействуют именно на иммунитет кожи, только кожи, к сожалению. Вот. Сок алоэ вера, тоже волшебный продукт, знают его с древних времен, и вы тоже знаете, он часто присутствует в нашей косметике, потому что обладает и противовоспалительными, и рано заживляющими, увлажняющими свойствами, тоже нормализует иммунитет кожи, и, ну, Александр Македонский ради алоэ даже остров захватил, поэтому, где росло много алоэ хорошего, именно, который ценился, поэтому все с алоэ, все всегда прекрасно. Ромашка календула тоже обладает противовоспалительными свойствами. Итак, у гелия интенсив регенерации мощное противовоспалительное свойство, увлажняющее, рано заживляющее, и также рассасывающее при различных гематомах и отеках. Отеках именно от травмы, то есть не отек под глазами с утра, а именно эндуративный отек, который бывает, при акне, кстати, бывают такие отеки. После, соответственно, этот гель я всегда назначаю после всех инъекций, после всех пилингов, после всех шлифовок, просто вот в обязательном порядке меня без него не уходит. Если он в клинике закончился, я отправляю покупать обязательно в этот же день в магазин или заказывать, потому что это must-have. Царапины все, ну очень много всего заживляет. Так, перейдем к новинке. У нас вышла долгожданная новинка. У меня люди, которые участвовали в тестах, и более того, тесты проводили мы своих детях, потому что у детей были как раз дерматиты, то есть тип чувствительности 4. Они несколько месяцев меня дергали, ну когда же, когда же он выйдет в продажу, потому что, ну, тестовые образцы, их, во-первых, мало, во-вторых, закончились, то есть никак я помочь не могла. Они уже поняли, что это лучший вариант там и для них, и для детей. Итак, этот гель отличается от остальных гелей, гельтек, тем, что он безводный, там нет воды, но при этом он продолжает быть прозрачным. У него очень, кстати, он очень экономичный, его нужна совсем маленькая-маленькая капелька, для того, чтобы, ну, он дает очень-очень тоненькую пленочку, расползается так по коже, хорошо впитывается, не пачкает ничего. Что он делает? Он восстанавливает липидоэпидермальный барьер. Это его самое такое важное физико-химическое свойство. Нормальный липидоэпидермальный барьер делает нормальной кожу. То есть он и заживляет раны. Кстати, ожоги тоже. Я вот хотела девочкам этим написать, что после регенерации надо еще этот гель использовать, потому что регенерация больше как противовоспалительный агент, тоже ранозаживляющий, да, а здесь именно как восстанавливающий, еще липидоэпидермальный барьер. То есть там идет работа и там, и там. Противовоспалительная. И увлажнение даже, я бы сказал, питание кожи и защита. За счет чего? Уже по названию понятно, что в этом средстве есть церамиды, биоцерамидный комплекс. Там несколько церамидов. Церамиды – это вещества, которые как раз и находятся в липидоэпидермальном барьере. И как раз за счет них они работают как такой, как сцепка, как цемент, да, их вот церамиды назвали, как цемент между кирпичиками. Но единственное, что у нас цемент жидкий получается, а кирпичики – это клетки эпидермиса. Вот. Дальше. Витамины А, Е, Ф. Такие жирные, да, жирорастворимые витамины, которые участвуют. Тоже они есть, кстати, витамин Е, витамин Ф. Но эти все витамины, они есть в коже. И они участвуют тоже в защите кожи, увлажняют ее, питают, делают кожу нормальной. При недостатке этих витаминов кожа всегда портится. У кожи всегда на коже есть проблемы, если не хватает этих витаминов. Если не хватает церамидов, то кожа просто становится сухая, чувствительная, сухая, шелушащаяся. Если не хватает этих витаминов, то там и пятна пойдут, и, кстати, без витамина Е, без витамина А, пигментация может быть и так далее. Далее масла. Авокадо, зародыши пшеницы, виноградные косточки, календулы и орган. Масла хорошие. Все обладают тоже такими свойствами восстановления липидоэпидермального барьера, противовоспалительными эффектами. И сквалан. Тоже компонент кожи. Соответственно, этот гель, он как бы создан, скажем так, из компонентов кожи, да, вернее, кожи, а кожного сала или пидоэпидермального барьера. И он заменяет их, скажем так, когда их не хватает. То есть для кого он нужен? В первую очередь для атопиков. То есть у кого атопический дерматит. Атопический дерматит – это диагноз, его еще называют нейродермитом. Раньше было два диагноза. Ну, эти диагнозы за последние 40 лет менялись немножко. Но сейчас есть один диагноз – атопический дерматит. Кто-то по старинке может нейродермит ставить у взрослых, например. Атопический дерматит – достаточно четкий диагноз. И иногда его путают с экземой еще в взрослом состоянии. У детей это называется диатез. То есть он чаще на щечках. Но это не тяжелая форма. С тяжелой формой там все хуже. Там много симптомов, но на коже это розовые шелушащиеся пятна. Так вот, этот гель идеально просто для атопиков. Плюс всегда у атопиков очень сухая кожа и очень чувствительная. Им сложно подобрать домашний уход. Они не любят воду, они не любят мыться, они не любят умываться. Поэтому вот эти средства все, из этих всех средств они выберут на самом деле, наверное, лосьон очищающий, чтобы смывать жирные кремы, которыми они любят пользоваться. Потому что тоником их так не сотрешь. Тоник не факт, потому что он жидкий и он как бы похож на воду. Но так как лосьон очищающий надо смывать, то им придется выбрать этот тоник. И вот этот гель Ceramide Skin Saver они выберут, потому что он лучше впитывается, чем жирные кремы. Он дает больше успокоения кожи. И с ним кожа чувствует себя более комфортно, чем просто кремы. У меня вот те, кто отопики, кому я давала пробовать на тест, они выбрали однозначно его и заменили им свои кремы дневные. Потому что на ночь они используют не такие жирные, а днем более жирные, чтобы ему увлажнения хватало до вечера, чтобы кожа не начала прям стягивать сильно, чтобы шелушение не было заметно. То есть они так штукатурочкой прибивают вот это все. Ну и жаль, что он в ведрах не продается, а то бы они и на тело в себе мазали. Для детей тоже абсолютно безопасен, так как нет никаких ни эфирных масел, ничего такого вредного. То есть все очень безопасно. И тоже проблема атопического дерматита. Она начинается именно с детства, поэтому такой гель-спасатель. Губы, кутикулы тоже очень хорошо. Восстанавливает именно, когда есть проблема. Причем оно очень интересно на губы действует. Он сначала их шелушивает, да, то есть идет от шелушивания вот этой мертвого верхнего слоя кожи, просто другой состав кожи. А потом уже вот они такие гладкие, увлажненные, хорошенькие получаются. После, кстати, маникюра очень хорошо, потому что всегда раздраженные кутикулы обычно, нанести один раз либо гель интенсив регенерацию, либо гель церамид скенсивер, либо и то, и другое. И вообще никаких проблем. То есть мы же работаем руками, нам очень важно, чтобы не болели никакие кончики пальцев, чтобы все было идеально. Вот прям отличный этот гель. Как его использовать? Как оказалось зимой, потому что мы его исследовали весной-летом, по-моему. Как оказалось зимой, он идеально подходит для выхода на мороз. И детям, и взрослым не краснеет кожа, лучше защищена, особенно у кого реакция, у кого дети отопики, заметили, что очень классно на мороз, на щечки ребенку нанести, и нет вот этих проблем, можно дольше гулять, потому что ребенок не начинает реветь, что у него все щеки начинают гореть. Ну, вот эти вот все ощущения, которые в С3, да, чувствительность, вот эти все ощущения ужасные, они начинаются у ребенка отопика на щеках, вот с этим гелем гуляли два часа, да, первый раз в жизни гуляли два часа. Вот такие волшебства творит гель «Церамитский сейвер». То есть его имеет смысл, его можно наносить два раза в день, можно чаще наносить на именно сухие, шелушащиеся, розовые шелушащиеся участки кожи, пятна, при очень сухой коже, при очень чувствительной коже, потому что очень чувствительная кожа редко бывает прям сильно жирная, и ее стягивает, чтобы не было этого ощущения стягивания. Поэтому очень-очень рекомендую этот гель. Тоже в аптечку. Особенно зимой. Кстати, на веки его можно наносить, как я уже сказала, в нем нет никаких раздражающих компонентов, бывают, потому что аллергии на веках, на косметику в том числе у многих, поэтому вот в данном случае глюкортикостероидной мази, например, на веки нельзя наносить, да, то есть при аллергии на косметику я иногда назначаю одноразово, то есть один раз и все, потому что может быть атрофия кожи и быстрое старение из-за этого кожи плохо будет выглядеть в веке, ухудшится там заживление раны, вообще все плохо, а вот этот гель, он просто отлично убирает вот эти все раздражения прям сразу, и его как раз можно наносить на веки. Так. И крем увлажняющий. Уже считаем, что старое известное средство, за счет чего он мне очень нравится для чувствительной кожи. Ну, во-первых, он легкий, да, сейчас в мороз это не так актуально, больше скинсейвер интересен, но летом, например, или если кожа жирная, или если жаркая, то увлажняющий удобнее, потому что он быстрее впитывается, но они разные, то есть я не скажу, что они друг друга заменяют, они друг друга все равно дополняют. А тут уже вопрос, не знаю, там, цены, наверное, не знаю, каких-то тактильных предпочтений, еще чего-то. Я этим кремом сейчас активно пользуюсь, но вот зима, немножко кожа суше стала, то есть я использую пару сывороток, и этот крем мне вот отлично. Я его очень люблю с тех пор, как он появился в Дельтеке. Итак, масла сладко-минусные, удаляю масло шик, рите, эмульгаторы натуральные заливкового масла, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, опять же, но она у нас, в принципе, практически везде, сок алоэ вера, протеины шелка, они обладают успокаивающими, такими антиоксидантными свойствами, депантенол тоже здесь хороший процент, те же 5%, то есть можно кремовлажняющий вместо того же пантенола использовать, если вы привыкли, попробуйте заменить. И немножечко бензофенона-3, это химический солнечный фильтр, ультрафиолетовый фильтр, который нам дает СПФ-12. Соответственно, крем восстанавливает липидоэпидермальный барьер, но, к сожалению, не так быстро, как церамидский сейвер, но мы совершенствуемся, все наши новые продукты, лучше старых. Он способствует регенерации, и он дает увлажнение кожи. И можно использовать утром и на ночь, и на нижний век. Здесь именно нет физических фильтров, поэтому можно на ночь тоже использовать. Дело в том, что физические фильтры могут, ну, при... дважды в день, да, то есть если мы используем их постоянно, и утром, и вечером, уж не знаю зачем, то они накапливаются в коже, немножко могут ухудшать состояние кожи. То есть мы их как бы все время оставляем на коже. Если мы используем только как днем, как солнцезащитный крем, например, наш крем-мультипротектор, то вечером-то мы его смываем, поэтому ничего плохого не происходит. Тоже уже, ну, и тестировалось, он уже прошел и Мальдивы, и Маврики, и Израиль, и Кению. Чего только не прошел, наш мультипротектор, все хорошо, с разными типами кожи, в разных местах мира. Вот, все отлично. Поэтому, как лучше поступать? То есть если не хочется покупать прям все-все-все, нам в первую очередь нужно убрать воду из умывания, да, то есть дать очищение. Ну, если не очень прям чувствительная кожа или акне, например, да, там протираться не очень удобно, если много воспалительных элементов, то можно оставить тот же гель очищающий, потом дать тоник с гиалуронной кислотой и эластином, просто когда мы тоником протираем, мы его можем даже на руки, например, взять, просто вот так втереть, или промокающими движениями, но когда мы что-то очищаем, мы должны именно потереть, да, то есть ваткой, все-таки прилагая усилия. Если есть акне, мы так сорвем все покрышки у грей. Это как бы не очень хороший вариант. Поэтому очищение может быть привычное, но потом обязательно увлажняющий тоник. Потом гель интенсив регенерация и дальше уже решаем в зависимости от состояния кожи, то есть от ее сухости. Если очень сухая кожа при акне, что редко бывает, чаще при использовании кислот, там того же бензоилпероксида или большое количество ретиноидов, тогда мы выбираем Ceramid Skin Saver. Если же она относительно нормальная или жирная, если жирная, мы вообще только интенсив регенерацию, крем уже не нужен. Если же она относительно нормальная, то добавляем еще крем увлажняющий. Это понятно такой алгоритм, да, когда нужны не все продукты, а вот несколько из этих пяти. В целом мы закончили.